Высота от этого окна до земли чуть больше человеческого роста. Взрослый человек может спокойно дотянуться или даже спрыгнуть, не навредив собственному здоровью. Другая же ситуация, когда дело касается маленьких детей, которые и прыгать-то особо не хотят, но оказываются на подоконнике по неосторожности. Первый этаж не всегда бывает безопасен. Как раз буквально на днях из окна первого этажа выпала 7-месячная девочка. Ребенка посадили на окно, сами родители подышать свежим воздухом. Беспечность родителей чуть не обернулась трагедией. Анализ причин происшествий показывает, что в большинстве случаев родители халатно относились к вопросам детской безопасности. Оставляли детей одних без присмотра в комнатах с настежь открытыми окнами. В большинстве случаев дети поднимались на подоконник, опирались на москитную сетку и падали вниз. Рассчитывать на защиту малолетнего от падения с помощью москитной сетки опровенчиво и легкомысленно. Она не предназначена для того, чтобы выдержать вес ребенка. Крепления сетки мгновенно ломаются, и ребенок, не успев среагировать, может упасть вниз. Законным представителям несовершеннолетних необходимо при проветривании помещений находиться рядом со своими детьми. Случаи падения детей из окон имеют место практически ежегодно, как правило, в жаркое время года. Происходят они зачастую из-за беспечности родителей малолетних, оставивших их без присмотра и непринятия ими необходимых мер безопасности. Результатом расследования случаев падения детей из окон зачастую являются направления уголовного дела в суд с назначением наказания виновному лицу. Рассчитываем, что информация будет воспринята максимально серьезно жителями региона и поможет в профилактике подобных происшествий впредь. Семьями, в которых случилось такое происшествие, проводятся работы и проверки, рассказывает Инна Николаевна. Бывают случаи, когда просто нет выбора и родители оставляют младших детей под присмотром старших. Со своей стороны мы приложили максимальное усилие, чтобы маме перестроили график работы, чтобы она уходила позже на свою работу и предоставили место в дошкольном образовательном учреждении, чтобы дети были под присмотром. Есть и другие пути решения проблемы. Обезопастие своего ребенка от открытого окна. В большинстве случаев для детей москитная сетка – мнимая защита. Родителям не нужно думать, что это сможет защитить ребенка от несчастного случая. Многие производители окон выпускают специальные замки для блокировки. Не следует пренебрегать дополнительной фурнитурой. Обычная ручка на окне не является безопасной. В открытое окно, в котором установлена москитная сетка, которая также не несет никакой безопасности в своей конструкции. Поэтому производители придумали несколько элементов безопасности. Это и ручки, и нижние замки, и замки тросовые. Для установки такой ручки не нужно менять окно полностью. Мастер буквально за считанные минуты превратил обычное окно в безопасное. Смотрите, окно закрыто. Мы зафиксировали ручку. И более окно уже невозможно открыть. Для того, чтобы перевести окно в режим проветривания, либо открыть, фиксатор открывается. Ручка функционирует, как обычная. А еще используются съемные ручки, замки и блокираторы распахивания. Установка этой фурнитуры не ударит по семейному бюджету. Зато бесценная жизнь ребенка будет в безопасности. Проблема падения детей из окна сезонная. Аномальная жара, открыты окна и вот результат. Таких случаев, к сожалению, много. Только за последние два месяца в Брянске выпало из окна 8 детей. Но каждый раз родители совершают одну и ту же ошибку, думая, что это их не коснется. Екатерина Пенько, Виктор Левченков, События Брянск. Редактор субтитров А.Семкин